В студии Наталья Филимонова. Здравствуйте. Самый творческий вуз Пермского края. Пермский государственный институт культуры отмечает 45-летний юбилей. О сегодняшней жизни, о праздничных мероприятиях, которые ставятся в вузах и вообще о самом хорошем расскажет сегодня гость нашей студии. Ректор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат международных конкурсов, лауреат премии фонда русские исполнительные искусства город Москва, лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры, профессор Людмила Дробышева-Разумовская. Я приветствую вас, Людмила Ивановна, и мне особенно приятно видеть вас в нашей студии, потому что я также выпускница этого прекрасного вуза. Скажите, чем вы гордитесь сегодня особенно? Конечно, нашими выпускниками, но для того, чтобы подготовить таких выдающихся выпускников, надо иметь очень хороший коллектив. Значит, мы гордимся нашими педагогами, высоко профессиональными, творческими, имеющими признание мастерами своего дела. На нашей базе создана Центральная детская школа искусств, которая вот уже пять лет и юбилей в этом году тоже у нее такой маленький, пятилетний. Уже 143 учащихся учатся у нас, это задаренные дети, с которыми работают самые лучшие педагоги, прежде всего, консерватории нашего института. Мы привлекаем также лучших ведущих педагогов детских школ музыкальных и школ искусств города Перми. С детьми мы учимся сейчас не дистанционно, мы учимся вживую, как говорится, детская школа работает у нас. Творческие занятия тоже мы проводим сейчас вживую. Ну, естественно, согласовано все это с нашим учредителем, с Министерством культуры Российской Федерации. Очень много новых факультетов в последнее время открылось. Расскажите об этом подробнее. Да, новых направлений подготовки. У нас три факультета, 15 кафедр. И в последнее время особенно мы уделяем внимание лицензированию и открытию новых направлений подготовки, которые востребованы, прежде всего, в нашем регионе, в Пермском крае. Ну и есть особые, наверное, направления, которые уникальны не только для Пермского края, а даже для близлежащих регионов. Вот, например, такие направления подготовки, как направление орган уже, вот есть выпуски у нас по этому направлению. Их в ближайших регионах нет. Буквально вот не так давно мы получили разрешение, мы отлицензировали эти направления. Это религиоведение, цирковое искусство. И в следующем году мы набираем режиссеров цирка. 30 бюджетных мест у нас есть. Это тоже событие в нашем институте. И, конечно, очень востребованное направление музеологии и охрана объектов культурного и природного наследия. Наш ВУЗ очень тесно сотрудничает и с зарубежными учебными заведениями вот такого культурного, так скажем, профиля. В чем заключается сотрудничество? Вы знаете, можно, наверное, заключить договоры с многими учебными заведениями. Была такая возможность. До пандемии мы ездили в командировки, мы заключали такие договоры с учебными заведениями разных стран. Это Италия, это и Финляндия. Есть у нас договоры с различными ассоциациями и только с учебными заведениями. Но сейчас я ставлю такую задачу, чтобы эти договоры работали, чтобы были обмены, чтобы были совместные какие-то события, мероприятия. И действительно такие мероприятия есть. Это прежде всего международные конкурсы. И несмотря на то, что мы в этом году 45-летие отмечаем в основном в режиме онлайн, конкурсы проводятся дистанционно. Но это сотрудничество, оно работает, и члены жюри с удовольствием участвуют. Действительно это интересно. Оттуда есть и участники. И даже вот дистанционный формат, он расширил географию. Например, конкурс «Прикамья», который сейчас проходит, там более 50 городов и России, и зарубежья участвуют. 205 коллективов и более 300 участников, потому что там есть крупные формы, такие как ансамблевое исполнение, и оркестры участвуют в этом конкурсе. Успешно также прошел конкурс пианистов не так давно. И эти конкурсы проводятся в системе. То есть у нас это долгосрочное сотрудничество с этими зарубежными учреждениями. Кроме того, в УЗИ проводится и активная научная деятельность. Об этом направлении расскажите подробнее. Мы действительно имеем очень хорошие рейтинги сейчас, более полутора тысяч публикаций было за последние годы. Есть свой научный журнал, 54 монографии изданы в УЗИ. Есть школы научные, которые сложились, и мы ими очень гордимся. Школа Леонида Яковлевича Дорфмана, Олега Леонидовича Лейбовича, конечно, Матвей Григорьевич Писманик. Приостается только руководству, так сказать, поддержать эти идеи и продвигать их. Проводится конференция «Диалоги о культуре и искусстве» уже несколько лет с международным участием. Конференции традиционные с администрацией губернатора Пермского края по гражданскому единению тоже ежегодно и проводят при, так сказать, участии непосредственном Матвея Григорьевича Писманика. Эти имена и фамилии, которые вы назвали, сегодня известны уже далеко за пределами Пермского края. Точно так же, впрочем, как и выпускники, которыми вы, безусловно, гордитесь. Я желаю вам, чтобы дальше вы воспитывали вот таких звезд, о которых сегодня знает практически вся страна. Как будете праздновать юбилей? Начиная с 1 мая, мы, так, 1 мая день рождения вуза, мы отмечаем. Конечно, в дистанционном формате все мероприятия этого, которые мы запланировали в этом году, мы все их проводим. И вот единственное, мы будем очно проводить сейчас наш торжественный ученый совет, который состоится 9 декабря у нас в колонном зале. Ученый совет у нас небольшой, поэтому со всеми правилами. Мы очень ждем, конечно, тоже с определенными санитарно-эпидемиологическими требованиями наших гостей, которые придут поздравить. Очень много наград, которые получили наши замечательные педагоги. Примите и наши поздравления с этим замечательным юбилеем. Я хотел бы, чтобы вы обратились к коллегам, к выпускникам, сотрудникам с вашими словами поздравления. Дорогие наши выпускники, преподаватели, сотрудники Пермского государственного института культуры, от всего сердца поздравляю вас с нашим замечательным юбилеем. Я хочу пожелать вам много творчества, крепкого здоровья, а если мы будем гореть внутри, наше здоровье будет прекрасно. Вот этого творческого горения желаю. И, конечно, мы очень надеемся, что все будет хорошо у нас, что ВУЗ будет динамично развиваться при поддержке нашего учредителя Министерства культуры Российской Федерации и при сотрудничестве с нашим Пермским краем, с руководством Пермского края города Перми. Желаю всем успехов. Людмила Ивановна, я благодарю вас за то, что вы пришли. Еще раз примите наши поздравления и до встречи в нашей студии. Спасибо, до свидания.